МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня начались городские соревнования по художественной гимнастике. Две сотни спортсменок показали свое мастерство перед строгим жюри. О красочном спортивном мероприятии расскажет Виктория Черкова. Юные грации выступают с эффектными номерами. Сегодня стартовал городской чемпионат по художественной гимнастике. Он проводится традиционно на территории школы Олимпийского резерва. В каждой возрастной группе очень много талантливых спортсменок. Конечно, очень будет большая конкуренция, и девочки будут бороться за выход на соревнования чемпионата и первенства Ульяновской области. В чемпионате участвуют 200 гимнасток от 7 до 16 лет. И начинающие, и взрослые подготовились основательно. Выучили программу и выбрали сногсшибательные костюмы. Девочки на протяжении года готовились к состязанию. Сотни часов тренировок прошли, осталось показать себя во всей красе. Могу рассказать про ОБП. Называется «Курочка». Там много танцевальных дорожек красивых, начало прикольное. Мне хочется хорошо сделать скакалку без потерь и показать свое ОБП. А что это такое? Без предмета. Соревнования завершатся 12 октября. Победители определят по баллам, набранным в многоборье. Самые лучшие получат кубки, медали и грамоты от Управления физической культурой и спорта администрации города. Далее триумфатор отправится на областной чемпионат. Виктория Черкова, Данил Сурков. Новости Уллправды ТВ. Людям не жалко, а планета чище. Утилизировать отходы теперь можно с помощью мобильного приложения. Специальный интернет-сервис, разработанный в Ульяновском регионе, позволяет избавляться от пластика, стекла и других видов опасного мусора, не выходя из дома. Ульяновцы активно подключаются к новому тренду. В основном из-за активной позиции и добрых побуждений. А в качестве бонусов – специальные баллы и небольшое материальное вознаграждение. Подробности у Ринаты Алиуловой. В то, что к социально-экологическому движению уже спустя три месяца подключатся тысячи ульяновцев, не верил и сам Евгений Матросов. Евгений уже несколько лет стоит у руля предприятия по фасовке и складированию неорганических отходов. Все это время его основными клиентами были только юридические лица. Тогда еще в 2015 году очень много звонков было с регионов, где люди просили нас приехать и забрать у них вторсырье. Мы говорили, вы извините, мы маленький формат другой компании. Во-первых, находимся далеко, не можем приехать. Они говорят, да у нас целый гараж накопился, балкон завален, может заберете, да мы бесплатно отдадим. И вот эти звоночки всегда давали понимание того, что люди на сегодняшний день готовы к тому, что они готовы сдавать вторсырье. Тогда предприниматель и решил привлекать в дело уже физические лица простых жителей Ульяновска. Идея заключалась в том, чтобы сформировать культуру сортировки мусора. Так любой человек при желании начал бы отделять пластик, макулатуру, стекло, татарапак и прочее вторсырье от другого мусора прямо у себя дома. Копил его, аккуратно складывал, промывал и дальше за отходами приехала бы машина и доставляла их на склад. Как оказалось, идея хоть чуть-чуть решить проблему загрязнения вызвала ошеломительный результат. После запуска проекта, буквально 3,5 месяца, вопросов в день очень много. Людям это интересно. Люди готовы сдавать, готовить это вторсырье. Были нюансы у нас с водой. Очевидно, что люди не готовы были мыть. Многие говорили, вы сошли с ума, вы что-то придумали. Потому что мы принципиально, приезжая, если мы сразу видим, что пакет не мытый, мы просто возвращаем. Воплотить идею в жизнь Евгению помогли в одной ульяновской IT-компании. Программисты разработали специальное мобильное приложение. Речь идет об интернет-сервисе в Торплюс. Все просто. Вы заходите в приложение, в нем есть небольшой сплэш-скрин, так называемый. Вы регистрируетесь, можете ознакомиться с различными инструкциями, выбрать удобную для вас роль и заполнить заявку. Все прям до тривиальности просто. Пользователь приложения может выступать в двух ролях, причем одновременно, либо менять их. С одной стороны, это человек, который занимается непосредственно сбором вторсырья и его домашней сортировкой. С другой стороны, человек, выступающий в качестве водителя, который, к примеру, по пути на работу может захватить несколько пакетов с пластиком и отвезти на перерабатывающий склад. За четыре месяца работы приложение скачали три тысячи ульяновцев. Нам бы хотелось, чтобы максимальное количество граждан, максимальное количество людей это приложение себе скачало, начало его использовать и предоставило нам и проекту какую-то обратную связь, которая позволит и оптимизировать само приложение, и сам проект, и сделать его удобнее для пользования всеми, собственно, другими людьми, другими гражданами. Мама и жена Ксения Кондратьева скачала приложение одна из первых, и теперь раз в неделю к ее дому приезжает машина и забирает пакеты со вторсырьем. Болодая женщина признается, что идея сортировать мусор в их семье зародилась еще год назад. Даже маленький сын приучился фантики от конфет класть в отдельный от остального мусора пакет. С детьми всегда так. Что делать в семье, то ребенка делает. То есть, если он уже видит, что вот у меня стоит ведро, да, там, где не перерабатываю мусор, мы складываем, и рядом же стоит этот пакет, куда мы складываем пластик, да, складываем пластик, жесть складываем. Вот. То есть, он уже идет, я вижу, он конфетку съел, раз, 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 и не в это ведро, а туда, раз, в пластик и положил. Как показала практика, в роли водителей пока выступают меньше. В основном все пользователи занимаются сбором и сортировкой, поэтому существует штатный персонал. В среднем за день курьеры выезжают на 23 адреса. Да, они не оправдались, они в положительную сторону. То есть, у нас расчет был, что мы через 3-4 месяца выйдем на 500 заявок в месяц. Они уже, у нас уже 600. Гораздо раньше. То есть, через 2 месяца это вышло. Заявки растут с каждым днем. После того, как вторсырье передали из одних рук другие, водитель везет его на предприятие по подготовке сырья, где опасный мусор вручную еще тщательнее сортируют, складируют и измельчают. А дальше передают на заводы. Здесь вторсырья делают новый продукт. Ринат Алиулова, Даниил Сурков, Новости Улправ ДТВ. Ульяновские детей и взрослых учили, как переходить дорогу и перевозить малышей в машине. Мероприятие проходит в рамках тематической недели, посвященной национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как правильно переходить дорогу и перевозить детей в машине? Этим вопросом посвящены многочисленные профилактические акции, которые регулярно проводятся на территории региона. Тем более, что цифры статистики указывают, профилактика и информирование необходимы. К примеру, только за 9 месяцев этого года за нарушение правил перевозки детей были привлечены 1300 ульяновских водителей. Нарушители нашлись и в Новом городе. Во время проведения мероприятия автокресло детям. 11 родителей пренебрегли безопасностью юных пассажиров. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, перевозить детей до 7 лет необходимо при помощи детских удерживающих систем, соответствующих росту и весу ребенка. А в Засвияжском районе на помощь инспекторам пришли школьники и поучаствовали в акции «Юный пешеход». С раннего утра вблизи образовательных учреждений сотрудники ГИБДД призывали ребят к неукоснительному соблюдению правил. За этот год в регионе зарегистрировано 28 ДТП с участием детей пешеходов. Мероприятия проходили в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Экологический проект сделают народным. Студентка лицея при УЛГТУ предложила выявить все родники и ключи Ульяновской области. Поэтому через пару лет в регионе появится книга и интерактивный сайт, где можно будет найти полный реестр родников ключей Ульяновской области. Сегодня ульяновская молодежь участвует не только в политической и общественной, но и экологической жизни региона. Школьница, турист и волонтер Елизавета Толстоброва написала письмо в региональное отделение Русского географического общества с инициативой создания Единого реестр родников и ключей Ульяновской области. Непосредственно я сама занимаюсь благоустройством родников. Выезжали в Поливно, там есть родник, занимались его благоустройством, очищением. И я поняла, что таких родников на самом деле очень много и за ними нет надлежащего ухода. И у меня появилось такое предложение к РГО, что я могу попробовать этим заняться. Сегодня в интернете можно найти несколько сайтов, на которых имеется информация о порядка 400 областных родниках, по большей части святых источниках. На самом деле, как утверждают экологи, родников и ключей в Ульяновском регионе на порядок больше. О них либо нет информации, либо знают узкий круг людей. Мы понимаем, что это проект, на который может уйти примерно полтора-два года. И здесь нужно объединить усилия и министерства, и волонтеров, которых курирует на сегодняшний день Министерство молодежной политики, и Русского географического общества. И сообщать, сделав проект, если хотите, народным, попытаться выпустить и красивую книгу через полтора-два года, и сделать сайт, на котором сотни людей могли бы размещать свои материалы, свою информацию. Также в реестре Елизаветы можно будет найти попов родник, который находится в селе Волосниковка Ульяновского района. В этом году родник очистили, установили сруб, настил из дерева, лавочки скосили траву. По словам местных жителей, они сами приложили руку к благоустройству родника, поэтому рады таким изменениям. Теперь за водой им стало ходить намного удобнее и безопаснее. Ну, и колка с района приезжала, брали забор воды, экспертиза прошла, положительный результат, дали заключение, но уже, сколько я помню, 63 года живу. Все время здесь вот воду брали, разница, водопровода не было, ходили сюда за водой. Основные средства на благоустройство родников сегодня выделяются в рамках государственной программы охраны окружающей среды и восстановления природных ресурсов Ульяновской области на 2014-2020 годы, нацпроекта «Экология». Прежде всего, конечно, родники имеют огромное значение для окружающей среды этого конкретного места, конкретной территории муниципального образования, где они расположены. Многие родники у нас являются источниками дополнительного питьевого водоснабжения населения. Целый ряд населенных пунктов у нас имеет основное питание именно из родника, не располагая большими запасами грунтовых вод, не имея централизованного водоснабжения, водопроводов. Всего до конца 2019 года будет благоустроено 63 родника, расположенных на территории Ульяновской области. 27 приведут в порядок на средства областного бюджета и 36 благоустроят за счет небюджетных средств. Оставшиеся работы планируют завершить в срок до 1 ноября. Дни открытых дверей Центров активного долголетия прошли в Ульяновске. В ДК имени 1 мая была организована выставка работ подделок участниц Центра активного долголетия в кругу друзей, организована работа консультативных площадок здоровья и музейная экспозиция. Кроме того, все желающие могли записаться в кружки Центра активного долголетия. В настоящее время в Ульяновске работают свыше 150 клубов ветеранов по интересам, в том числе более 40 советов ветеранов, предприятий и организаций. Востребованы среди населения и 11 центров активного долголетия, которые расположены во всех районах города. Вовлечение граждан старшего поколения в активное долголетие является одним из ключевых показателей регионального проекта «Старшее поколение», национального проекта «Демография». Все меньше людей в регионе с недоверием относятся к заключению социального контракта. Для многих он стал билетом в счастливую жизнь. В селе Сосновка Корсунского района мы увидели, как это работает. Слово Павлу Половову. Многодетная семья Кулагиных из села Сосновка Корсунского района заключила свой первый соцконтракт 6 лет назад. С тех пор вырастили и выучили старшую дочь. Она медицинский работник. Подросли и новые помощники по хозяйству, которым обзавелись благодаря государственной поддержке в рамках нацпроекта «Демография». На тот момент я была в декретном отпуске. Было время свободного достаточно. Маленькая дочка была очень спокойная, поэтому не знала, куда себя деть. Думали, думали, думали. И вот мы решили остановиться на том, что нужно развести себе хозяйство. Домашний совет постановил, что нужно разводить крупный рогатый скот. Начали с одной коровы, потом подкопили и купили еще одну. Сейчас в подворье три коровы и телята. Молоко, масло, мясо, овощи с присадебного участка не только наполняют рацион членов семьи, но и позволяют неплохо зарабатывать. Получив финансовую помощь, Кулагины далее сделали все сами. Вплоть до шлака блоков, из которых сложены надворные постройки. Я знакома с этой замечательной семьей многодетной. Наталья Александровна у нас является социальным работником, которая зарекомендовала себя очень, очень хорошо. У нее на обслуживании сейчас находится пять человек, которые просто, мягко говоря, обожают. Очень хорошие отзывы о ее работе. Успевает все. Вы видите, какой у нее дом, какое у нее хозяйство. Работа скорее по призванию, нежели по необходимости. Подопечным Наталья бесплатно носит молоко от своих коров. Существует даже очередь среди пожилых жителей села на обслуживание Натальи. В доме Кулагиных не просят и не требуют. Здесь знают, всего можно добиться своим трудом. А государство обязательно поможет. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улл, Правды ТВ. 11 октября в регионе ожидается пасмурная погода, местами возможен дождь. Температура воздуха днем составит 11 градусов тепла. Ветер южный, 7-10 метров в секунду. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа, 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер. От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Итоги дня смотрите по будням 18.30, 20.30 и 22.30 на телеканале Уллправда.ТВ, а также 18.50 на информационном портале ulpravda.ru. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Для всех!